Продолжение следует... 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 Ну и потом еще был один концерт в центре Цыга, там такой, в переводе, скажем так, Юла, в подвалчике, там тоже как бы мы выступили вместе с ним, и был Руденштейн, Руденштейн читал свои, как бы, эти маленькие записочки, там понемножку там на экранах прочитывал, вложил, публика очень хорошо реагировала, в общем, все пошло очень здорово, вот, и он как бы, как-то мне говорил, говорит, Юра, говорит, Альгей, говорит, творческая, как бы, какая-то интеллигенция львовская, я хотел бы встретиться с ними, поговорить, ну, я его там нашел несколько человек, там, таких, какой-то, продвинуток, которые занимаются поэзией, музыкой, он с ними пообщался, и, в общем-то, как бы, подошел уже перед фестивалем, собрался, мы их посадили на самолет, и они улетели, такой был вот фоняш, Потом я уже со Львова уехал, и уже здесь, в Москве, в доме мы выступали, тоже, в центре дома, это большая, с одной улицы, в общем, такой центр, который был в авангардной музыке, там, постоянно тут концерты, как это? И там тоже, как бы, мы работали, он пел, читал, по-моему, Пушкина, очень любил Пушкина, поэзию Пушкина, а мы играли с кликетом, вот. Потом уже я уехал, и фактически больше его не видел, и только уже узнал вот это печально новое, что, не знаю, Александрович ушел с этого номера. Конечно, что очень было печально, потому что великий, как бы, поэт и человек вообще очень-очень хороший. И, конечно, было очень печально, что такая новость пришла, но, к сожалению, это случилось и случилось, и что-то так делалось. А сегодня мы играем концерт, посвященный Дмитрию Александровичу, мы будем играть музыку, еще приедет один министикант, и он будет читать поэзию Алексея Коглов, саксофония из Московской. Вот, и мы будем играть, а мы будем слушать. А сейчас мы просто сыграем какой-то кусок музыки, вот, послушаем. Спасибо.